добрый день дорогие друзья сегодня я хочу вам поведать несколько историй из своего рукодельного жития бытия и одна из этих историй касается моего вчерашнего дня это субботы ко мне на страничку вконтакте сразу пришло несколько сообщений причем все эти сообщения были похожи друг на друга потому что они были одного содержания вот такое ощущение что люди где-то собрались вместе договорились и написали мне и что это означает что они были единого содержания это означает то что они все касались воротничка вилетта и все кто мне писал все просили показать этот воротничок на живой девушке или на манекене я в принципе эту просьбу очень хорошо понимаю я удивляюсь почему я этого не сделала работы много я не успеваю честно вам скажу все вы же понимать я снимаю я монтирую пишу сценарии пишу все тексты и тут же надо и магазине что-то отправлять и тут же корректировать и там это честно говоря я даже не представляю как я справляюсь и как я буду в будущем справляться думаю что я выдохнусь но не в этом дело дело в том что я прошу конечно прощения если не удовлетворила чей-то интересно не думаю что это такая уж большая драма и тем более что я ее сегодня вам эту драму слегка развеселю в комедию посмотрите сейчас на манекене этот воротник стала переоборудовать свою мастерскую под съемки на скорую руку вам покажу что и как смотрится вот так смотрится этот воротничок спереди панфас то скажем так здесь его можно здесь его можно перенести выше ниже мне он даже выше больше нравится это рухнула у меня ведь это такая болванка тут есть этот манекен подвешивается вот смотрите можно сделать выше если платится горловинка выше я люблю подгонять под горловинку хотя я на девочках видела и мне понравилось не подогнанная под горловинку так носит не подогнанный под горловинку воротничок может быть выше может нише в общем все зависит индивидуально от фактуры от внешности от платья от того как сидит воротничок уже сами понимаете сейчас посмотрим еще сзади и счет а вот как он смотрится когда застежка сзади а вся основная масса кружева спереди кому как нравится опять же это будет зависеть от того какое у вас платье фигура ну смотрим как смотрится на человеке на данном платье так он смотрится сзади если мы носим его в том варианте который я задумала здесь вот волос у девушки красиво будет не спадать если прическа длинная мне кажется будет очень даже ничего еще к нам магазин на международную сейчас я вам напомню о каком магазине речь вы нас не забывали а мы вас это магазин международный магазин все для шитья напротив метро международного город санкт-петербург ко мне в контакте веленая рукодельница пишите все там со мной можно обсудить и по поводу магазина и по поводу мастер-классов и по поводу товара по поводу всего но ко мне магазин заходила моя подписчица марина и произошла такая немножечко несостыковочка по поводу замков вот этих дефицитнейших прекрасных замочков вот на две нити и на три нити гениальность этих замочков в том что они я их так расхвалила и кто их знает тому даже реклама не нужно только покажи они прибегут вот мать под марина и прибежала марина прибежала а девочки куда-то на склад заложили эти замки и не смогли их найти так вот марина потом еще одна девушка приходила я ее не знаю тоже вроде подписчица как я поняла по тексту я ее не видела но девушки передали мне а так вот марина приходите вот они эти замки в чем уникальность этих замков для всех сообща вот она смотрите эта палочка они на магните может смотрите он еще и не хочет вытаскиваться то есть там внутри магнит нет под магнит на палочке и еще плюс у него механическая фиксация этого замка идите то есть мало того что он на магните так он еще если потянешь он не расстегнется здесь на 2 нити то есть его можно пришить абсолютно любому аксессуару я показывала в прошлом мастер-классе посвященном воротнику вилета вот эти замочки я показывала совершенно замечательные и вот эти но этим мельком показала кто их знает прибежали уже девушки на складе их куда-то засунули так вот их нашли их немножко но я постараюсь поставщика их еще заказать сейчас поставками не очень весело вот эти замки напоминаю естественно карабины естественно магниты легкие которые тоже есть у нас карабины у нас чем хороши вот эти десять штук 150 рублей то есть если вы много с бусами работаете или просто даже работаете с бусами то вам выгодно купить эти замочки они вместе с кольцами идут если вам нужна крупная оптовая какая-то какое-то количество там от 50 от 100 штук это уже тоже обговариваете это с магазином тоже эти вопросы можно по цене решить так что это не проблема что еще прошлый раз я вам не показала я вам не показал что есть бусины цифры буси бусины буковки бусины циферки есть вот это все богатство есть магазине самое главное те замочки марина извините девочки их нашли слава богу они есть сейчас прибегайте основная наша тема сегодня это два вида ниток и два вида салфеток исполненных из этих ниток у вас будет сегодня уникальная возможность сравнить две нити в одной салфетки вряд ли кто-то из наших вязальщиц повторить много раз такой подвиг как связать одну и ту же салфетку из разных ниток сложную салфеткой не имею ввиду что легкую сложную достаточно салфетку с 8 отрывами вот ниточки бабула бабила они у нас производства франции dmc кто-то у кого-то они на слуху как бабула у кого-то как бабила дело в том что dmc франция не очень как я поняла заинтересованы в российском рынке никогда по моему в нем заинтересованы особо не были но и поэтому как бы как произносить эти нитки не знаю даже наши менеджеры московские кстати это не потому что это вот dmc французский завод и вот они так небрежно относятся к своим потребителям я имею ввиду особенно к дилерам которые делают оптовые закупки кировского комбината это тоже касается это замечательная нитка кировского комбината роза просто великолепная я сейчас считаю что это одна из ней так на первом месте на российском рынке по бюджетным ниткам для исполнения современного кружева который не очень тонкая не очень толстая вот такой вот как бы вот средняя полнота кружева получается ли толщина как правильно сказать объем такой вот самый самый приемлемый я считаю что вот эта нитка самая лучшая вы сегодня посмотрите эту нитку в одной тоже салфетки в этой я даже сомневаюсь как лучше получилось честно вам скажу конечно более тонкие всякие пикона мы сейчас посмотрим они смотрятся по-разному про и dmc бабула бобила очень небрежно относится к российскому рынку потребления и то же самое с розы кировского комбината давайте первую посмотрим салфеточку розу вот из ниток кировского комбината здесь у нас 50 грамм толщина 300 метров на 50 грамм вот это у нас роза вот так получилось это салфетка здесь 8 отрывов салфетка ну я бы не сказала что легкая тем более я ее сейчас посмотрите я ее показываю как вязать бусте в бусте подписка платная 200 рублей в месяц то вас ждет в пусть и по поводу вывязывания данной салфетки данного ажура вас ждет подробный полутора часовой мастер-класс со схемой с наглядным вывязыванием каждого каждого рядочка очень подробно рассказываю показываю показываю показывание только на схеме нужен на готовом изделии то есть у нас два изделия одно изделие в работе другое изделие мы можем видеть как она уже выглядит в готовом провязанном виде это очень ценно когда мне говорят начинающие вязальщицы я вам хочу сказать сейчас у нас принципе все вяжущие крючком это начинающие вязальщицы почему потому что вязание крючком она очень очень молодой ему нет даже 200 лет поэтому вот я какое видео не возьмусь смотреть казалось ой профессор начинаю смотреть ой а я это не так дело надо попробовать ой по моему то здорово вот честно не было еще ни одного видео даже казалось бы самого банального чтобы я не встретилась с тем что я могу что-то почерпнуть или что-то чему-то научиться далее что я хочу сказать на давайте с вами посмотрим бабула бабила ниточка более стабильная и в связи с этим и кружево выглядит более таким монолитным более за счет того что на молитно значит более выразительные ячейки воздушные которые между нитями кружева это чередование воздуха и нити и конечно чем выразительнее ячейка чем выразительнее окончание нити пико тем красивее смотрится кружево тогда иглой плетем там вообще монолит такой идет из нити что ощущение что это единое целое совсем не из множества множество ниточек сделано тот же те же самые бриды например и в связи с тем что эта ниточка более монолитная конечно кружева смотрится более красивым но если учесть что мы иногда хотим кружево такое пушистенькое то конечно розы здесь нас здорово будет выручать розовая красивая роза красивая нитка ничего не могу про нее сказать и давайте померим диаметр диаметр бабула бабила у нас получился какой от пико до пико где-то 32 сантиметра затем мы померяем с вами еще и розу и тоже посмотрим какая она получилась диаметре ну учитываем что на 100 грамм здесь у нас 50 граммовый моточек розы но здесь 100 граммовый бабила но 7 если по 100 грамм брать то на 70 метров ниточка роза у нас меньше значит она в объеме толще и соответственно изделие у нас будет более объемным давайте посмотрим теперь розу измерим ее в розе обратите внимание я сделала другую серединку посмотрите лепестки здесь и посмотрите лепесточки вот здесь они разные видите да объем другой и за счет этого смотрится уже иначе выход вот этих трех пышных столбиков роза тоже от пико до пико здесь можем имеем 37 сантиметров 36 37 сантиметров это у нас роза диаметре вес роза роза в граммах получилось 37 грамм я не знаю вот 39 37 38 37 40 грамм роза и у нас теперь бабула бабила надо снять и бабула бабила 29 грамм видите на 10 грамм на 10 грамм меньше уходит нет то есть из этого матка можно сделать три четыре салфетки из одного 100 граммового а из 100 грамм розы можно сделать две с половиной такие салфетки но чуть-чуть не хватает вот такая вот ситуация роза вы знаете она стоит где-то на рынке 200 рублей примерно бабула бабила доходит до 1100 100 грамм 1200 сейчас последний раз видела ее у меня она дешевле пока ну потому что там оплачивает покупатель поставку доставку у меня в магазине на этом беру на себя 50 процентов расхода в зависимости от объема покупки а иначе совсем никак не выгодно продавать то есть вообще ну сами понимаете наш магазин закрывается да и вот две салфеточки у нас сегодня получились в обзоре и мастер-классы повторяю можно посмотреть на пусть и подробнее по изготовлению этих салфеточек держать и вяжите всем хорошего удачи